Приморье помнит. В День памяти и скорби во Владивостоке возложили цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». Торжественное мероприятие объединило представителей органов власти и общественных организаций, студентов и воспитанников патриотических клубов, а также всех неравнодушных. Как подчеркнул глава региона Олег Кожемяка, 22 июня 1941 года началась самая страшная и героическая глава в истории нашей страны – Великая Отечественная война. Нацисты, оккупировав практически всю Европу, напали на Советский Союз. Для приморского края, хотя он и не был местом сражений, эти годы стали временем больших испытаний. Моряки сопровождали караваны, те, кто выпускал боеприпасы, строили укрепления. Было создано 88 береговых артиллерийских батарей. Тысячи приморцев принимали участие в противовоздушной обороне. Рыбаки каждый день отправляли продукцию на фронт. Ушло на фронт. Десятки тысяч не вернулись. Многие вернулись с наградами. И эта память живет у нас и сегодня. Продолжение этой памяти, их потомки, тех, кто сегодня воюет так же с нацистами, как воевали деды и прадеды, это воины славного текианского оборона, 155-й бригады варлейской морской пехоты, 5-я Чебосковая Краснознамена, 83-й воздушно-десантной бригады, батальона ТИГР, Розду, Ладу, все эти ребята, наследники славы своих предков, они так же героически сражаются. Мы верим в их мужество. Так же Приморский край делает все возможное, чтобы тыл помогал фронту, чтобы тот мост, который связывает людей за 10 тысяч километров, выезжих на фронте, и трудящихся сделать, был постоянно наполнен верной поддержкой, патриотическим воспитанием и поставкой туда всевозможного снаряжения, оборудования. Мы верим в наших ребят, верим в мужество и верим в то, что, как и в 45-м году, победа будет за нами. Отметим в День памяти и скорби торжественные митинги, возложения цветов, патриотические концерты прошли во всех муниципалитетах Приморья. Мероприятия призваны напомнить о всех тех, кто погиб в боях, в фашистской неволе, от голода и лишений в годы Великой Отечественной войны. В всех муниципалитетах проходят памятные мероприятия с возложением бинков, цветов, проходят уроки памяти, зажигаются огненные картины. Все, кто хочет и может прийти, принимают участие в мероприятиях, несмотря на погодные условия, потому что наши предки воевали и в жару, и в стужу, и в дождь, и в холод. Поэтому мы также пришли почтить их память. Отметим, еще одна возможность почтить память героев – это зажечь виртуальную свечу памяти на официальном портале деньпамяти.рф. Здесь также можно сделать пожертвования для оказания медицинской помощи ветеранам войны.